всем привет с вами алексей 29 ноября 2021 плюс 12 прекрасная погода и птички поют в общем решил сделать для вас видео по поводу постоянно задающегося вопроса может даже не вопрос но люди говорят то ну вы знаете у меня места нету у меня уже все засажено там и так далее то есть для них допустим есть проблема посадить фундук сейчас покажу свой квадрат его развития и результаты которые он дает значит смотрите что такое квадрат квадрат это берется покупается 4 растения или свои берется и высаживаются метр на метр на метр на метр с уклоном под 45 градусов для чего делается уклон давайте поближе покажу вот растение пошло под уклон а потом она потихоньку выравнивается вверх растение достаточно молодые это сорт шедевр показу посмотрите сколько он заложил сережки сережка такая ведь и немного зеленовато но я понимаю что просто тепло и она как бы чуть-чуть немножечко возможно чуть-чуть под раскрылась есть у него такая особенно когда особенность когда холодает он сережку очень сильно закрывает а когда теплеет он чуть перекрыт ничего страшного в этом нет абсолютно сережка не подмёрзнет так далее насчет высота здесь вот вытянута рука моя это где-то ну больше двух метров есть еще выше один из них солнце у нас находится там то есть квадрат я считаю вообще нет разницы как вы его высадить из севера на юг абсолютно не страшно главное чтобы внутри все освещалось отводки которые подросли уже пригнуться и подрежутся на черенки остальное вот так вот в бок идет и она потом получается у нас под выровняется и получится такая прекрасная чаша полив происходит сюда вот капля но на в этом году даже не работала соломой все замульчировано плюс его лист еще пол тоже я его пока оставляю может еще соломой сверху накрою прикрою пока не знаю пусть так и будет вот этот шедевр немножечко отстает потому что он высаживался пересаживался скажем так пересаживался поэтому конечно он немного пострел плюс он еще там что-то где-то обломали его было такое я точно помню в общем он немного отстал и тем не менее вот пошли ветви во внутрь скорее всего эти ветви уберутся и я оставлю только то то есть внутренние возможно уберу и буду оставлять те которые идут снаружи этого квадрата пока результаты прекрасны несмотря на то что вот закрывают часть старого дерева орешки были то есть урожай дает здесь идет конкуренция сюда же идут поливы и подкормки но очень удобно на самом деле как будет дальше честно говоря не знаю но вот представьте себе как немного места сейчас я отойду и покажу занял этот квадрат его можно высадить где-то ну там не знаю возле изгороди может отступить конечно как здесь там метра полтора чтобы можно было пройти хотя бы два ну ну то есть на любом участке можно будет сделать вот такой вот квадрат сейчас покажу еще один квадрат но они тут разные есть это там для ореха вам орех показать в посылочку не так далее себе покушать в общем для своих целей орехом я сильно не занимаюсь так вот здесь квадрат каталонский затесался галли я не стал его убирать он даже по цвету сережки немножко отличается как немного как с красненькой каталонский не дает много сережек но его сережки очень рано пылят мне так затем очень сильно нравится вот этот молодой каталонский прекрасно здесь себя чувствует я у него вырезал средину получилась такая прекрасная чаша потом еще подвяжу его да он как-то вот ровнее пошел я его еще подвяжу чтобы он пошел у меня в бок и здесь получится прекрасный квадрат каталонского ну так вот пожалуйста без проблем я считаю можно пробовать главное сделать наклон все что внутри вырезать поливы подкормки посредине и я думаю что результаты будут замечательны даже представляя себе представляю себе как как это растение вырастет если этот уклон действительно наклон будет а он будет потому что еще под весом урожая сами эти штампы примут вот такое положение до под 45 градусов приблизительно они все равно будут наклоняться это однозначно под весом урожая до плюс они друг от друга будут отходить природа так устроена они будут отходить друг от друга чтобы получать больше света и я надеюсь что здесь будут просто замечательные результаты вот он пожалуйста очень удобно ухаживать представьте себе 4 крупных огромных штампа которые могут спокойно давать потом грубо говоря по 4 килограмма зависимости от сорта ну если 4 килограмма то с 20 килограмм можно снять с такого квадрата я считаю замечательно метра на метр все-таки наверное маловато то есть наверное где-то полтора на полтора 2 на 2 а так можно делать ну полтора на полтора мне кажется оптимально все не буду задерживать напишите свое мнение как вы считаете для промпосадок скажем так не знаю но если высадить четко эти квадраты возможно особенно при ручной уборки либо уборки скажем так небольшой техникой может быть есть единственная проблема там внутри будет орех его наверно убирать придется только вручную ну посмотрим это все-таки испытания такого я ни у кого не видел придумал сам эту тему и посмотрю как она будет развиваться и буду естественно держать вас в курсе но как вариант очень хорошо потом есть еще другой вариант вот сейчас покажу донды диджи фоне парочка здесь рядышком вот раз и два то есть расстояние между ними где-то в районе двух метров то есть прямо ну если законы позволяют надо по законам еще смотреть какие отношения с соседями вот соседи будут не против наверно потому что от этих растений будут им еще орешки падать делается два две три ветки в разные стороны то есть лучше не штамп если близко к изгороди а две-три ветки и будет замечательно и у вас получится хорошо освещенное растение две-три веточки много крупного ореха и вот даже на таком маленьком расстоянии в принципе все будет хорошо тоже удобно ухаживать и так далее где-то возле изгороди единственное что место должно быть для фундука оси хорошо освещено тогда результаты будут просто замечательные ну и также вариант допустим вот эти вот товарищи это уже соседний участок да там говорят тоже места нету вот такие товарищи старые больные никому не нужны их можно просто спокойненько удалять и на их место высадить фундук потому что он того стоит поверьте мне также очень много места занимают старые малинники клубники клубничники на которых очень очень мало клубники тоже можно без проблем использовать все надеюсь его это видео было вам полезно пробуйте ничего к сожалению гарантировать не могу но судя по развитию судя по тому как все складывается при правильной формировки повторюсь которая даже если что-то неправильно сделано штамп можно будет убрать и также сделать несколько веток это уже будет типа турецкой технологии да все равно все исправимо все поправила вот они уже молодые погоны огромные есть да то есть можно уже с них формировать то есть мы высадили корень а дальше уже формируем как нам хочется кому понравилось поставьте пожалуйста традиционно лайк под этим видео кому очень понравилось поделиться в ниже строчка поделиться кому что-то непонятно пожалуйста напишите в комментариях я комментариях стараюсь отвечать в первую очередь ну и конечно всем спасибо кто огромное кто смотрел всем огромный привет из Харькова и всем пока